Книга «Открытым оком», третий том. Вопрос-то сейчас 118. Тема «Жития». В «Житиях» Дмитрия Ростовского написано, что он писал обвинительное слово против тех, кто полагал, что нельзя брить бороды, а то не спасёшься. И Пётр I три раза перепечатывал его слово. Он писал, что главное не внешнее, а внутреннее. Что вы скажете на это? Неужели всё-таки можно брить бороду? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. За стопроцентную достоверность описанного в «Житиях» никак нельзя ручаться. Дмитрий Ростовский обладал литературным талантом и хорошим воображением. Это было главное, на основании чего были написаны большинство «Житий». Он предполагал, что могло так быть. Но относительно лично его жития, быть может, уже более стилизованного, чем написанное им самим, можем сказать, что даже то, что написано, даёт повод утверждать, что Дмитрий Ростовский был выдвиженцем русского антихриста Петра I, а далее он отрабатывал ему всю жизнь. Что значит «бороды», когда летели головы? Когда Пётр повелел задушить собственного сына Алёшу, несмотря на его покаяние, это был изверг, распутный табакур. Всё, что будет после, и сама революция – это последствия петровских реформ, кощунника над церковными таинствами и русскими благочестивыми обычаями. Относительно бород Дмитрий Ростовский сам себе отчаянно подгадил. Подыграл своему покровителю Петру Алексеевичу. Почему он не рискнул, как митрополит Филипп, остановить безумие предавшегося немчине царя? Ни слова, ни разу, нигде. Пётр I порушил патриаршество. Хорошо это или плохо? А Петра также величали благочестивейшим, судя по тому, как на соборе 1917-1918 годов избирали патриарха Тихона при всеобщем ликовании, демократическом избрании. В одушевлении народа и всеобщей надежде, что избран тот, кто будет печаловаться за народ и будет заступник его перед угнетателями. И многое-многое другое, о чем пишут летописцы. Но можно смело сказать, что подобное же, но только с минусом, должно было быть при устранении патриаршества Петром. Мне никогда нигде не пришлось читать ничего на эту тему. Лицемерные архиереи все трепетали за свою жизнь и молчали. Никто не восстал против тирана, никто не разразился обличительными письмами из колодца, как сделал Афанасий Александрийский. Ни один архиерей не поднял голос против наплыва западных языческих статуй. Только при посещении Петергофа епископом Митрофаном набрасывали покрывало на них не более того. Ни один епископ, подобный епископу Вавиле или Амбросию, не запретил сына убийцы входить в храмы. Но хотя бы задним числом после ликования при избрании патриархом Тихона мог же кто-то сделать этот разворот мыслей и пересмотреть историю хотя бы времен Петра Первого. Но и в заграничных изданиях ни строчки, ни звука о смертельной бацилле, какой Петр заразил церковь и вырвал у народа всякое доверие к ней после того, как священники обязались открывать тайну исповеди тайной полиции. «Если кто раскаивался о своем участии в государственном заговоре?» Из-за язык ведь никто не тянул Дмитрия Ростовского, и не от страха смертного писал он про бороды. «А что же было теперь?» – спрашивает Сергия Строгородского, когда основание было положено уже тогда. А бороди читайте в нашей книге «К истинному православию» о бродобритии.